Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня по просьбам многочисленным проспосле маховых удилищ Волжанка Шторм мы снимаем обзор на Болонские удилища Волжанка Шторм. Ну, соответственно, созданы они на базе маховых, оснащены кольцами. Большой плюс этих колец в том, что они действительно на облегченной раме, они очень приятны и на вид, и они позволяют не убить строй. То есть, действительно, эти баллоночки очень неплохие. Я вам на полном серьезе их рекомендую. Колечки сейчас вам покажу близко. Дальше, в принципе, этот бланк тот же маховый, да, с оплеткой специальной, которая идет по всем коленам, кроме первого и второго, хлыста, соответственно, и второго колена. Большой плюс еще, что палочка снабжена разгрузочным кольцом на втором колене, да, которое подвижно, и двумя разгрузочными на хлысте. Для чего это нужно? Для того, чтобы правильно распределять нагрузку при силовом вываживании. Ну, это действительно серьезно, это большой плюс, это лишний раз не будет пилить кольца, а самое главное, это позволит правильно распределить нагрузку на привываживание крупной и сильной рыбы, потому что удочка позиционируется как достаточно мощная, силовая, которая, в общем-то, простит какие-то ошибки, но, естественно, рыбку карпов там через спину за себя не надо выкидывать, но, тем не менее, она вздюжит многое. Катушка-держатель ползунковый, Скажем так, он недорогой, но он надежный. Я его знаю, знаю по многим удилищам, на которых они стоят, то есть никаких проблем он с ним не испытывается, ничего там не ломается, материал, металл не ржавеет, как у некоторых держаков, и он не мягкий, как тоже у некоторых держаков, потому что часто вот эта скоба заживная, она просто здесь ее ведет, да, и он гнется, и держатель приходит в негодность. Комблевая пробочка, откручиваем, тоже такой моментик интересный. Здесь мягкая часть для того, чтобы коленцы, видимо, не бились. Ну, такая пробка у них есть, видимо, они и на махе ставят, и на баллонке, но на баллонках это не надо. Почему не надо? Потому что здесь вот есть такая неопреновая вещица, которая для чего служит? Да, для того, чтобы в нее вставало колено, и кольца там не бились друг о друга. То есть достаточно часто, даже на среднебюджетных удилищах такого не бывает, но вот здесь Волжанка сюда поставила. Эту вещь, которая, в общем-то, действительно помогает, и действительно вещь серьезная и нужная. Ну, чехольчик, соответственно, тоже самое. Жесткий чехол с нормальной резинкой, не какие-то там махры, да, и так далее. То есть действительно хороший, надежный, жесткий чехол, который защитит колечки. Это не бутафория, как, опять же, у некоторых бывает там моделик. Давайте теперь разложим их. Да, еще не сказал, тест до 40 грамм. Конкретно у семерки, у пятерки тест до 30 грамм, и у шестерки точность также тест 30 грамм. Ну, давайте мы взвесим теперь их, посмотрим транспортную длину. Одно дело каталог, я доверяю, в принципе, Волжанке никто там ничего, неправду писать не будет. Давайте по транспортной длине 140. Это у нас шестерка, да, шестерка. Семерка у нас 143, и пятерочка у нас 139, ну, практически 140. Многие просят померить, измерить диаметр бланка. Ну, давайте вот вместе хвата я его мерю, где, в общем-то, и надо мерить. У пятерки диаметр бланка 21 миллиметр. Ну, под катушкодержателем, скажем так, давайте так, за константу возьмем измерений. 26 миллиметров у семерки, и у шестерки диаметр бланка 23 миллиметра. Теперь взвешиваем. Давайте, ну, колпачок там, давайте, вот я разувать их сейчас не буду, хотя, наверное, снимем, в принципе. И взвесим, чтобы вы знали уже точные весы. Ну, и по порядку с пятерки начнем, в таком виде. Так, пятерка. Пятерка. Ничего там не касается. 238 грамм. Шестерочка. А вот шестерочка уже касается. Давайте вот так мы сделаем. 303 грамма. И семерочка. И семерочка. 432 грамма. Грамм. Ну, теперь мы раскладываем их и смотрим строй. Ну, вот, друзья, мы разложили все наше хозяйство. Сразу скажу про реальную длину, потому что многие о ПИ спрашивают. Действительно, это важный момент. То есть, реальная длина пятерки 472 сантиметра. Шестерки 573 сантиметра. И семерки 684 сантиметра. Ну, берем пятерку. Соответственно, она, видите, построю. Вот я беру в руки при вас. Вот, держу в районе катушка держателя. Приятная, мощненькая палочка. Достаточно приятная в руках. Так, пятерочка с такими усиленными коленами. С облегченными кольцами. Ну, приятная, действительно, моделька. Ребята, хорошо сделали. И так же, как в махалочках, очень приятное напыление такое на рукоять, которое заставляет руке прилипать, скажем так, к ручке, к рукояти. Ну, давайте нагружаем. Смотрим строй. Я думаю, это идентичная абсолютно модель, как волжанка Шторм Махи. Ну, видите, распределяет нагрузку правильно. Видите, силовая палочка. Вот, достаточно жестко я держу. Видите, специально свои руки показываю. Вот мы нагружаем до упора. Видите, как... Да, вполне. Карп, карась, форсированное вываживание, это вот ее стихия. Так, берем следующее. У нас на очереди, это 6 метров. Тоже приятное абсолютно. Ничуть не хуже с пятерочки. То есть, мне лично нравится. Реально аккуратненькие кольца, чтобы рассадиться в глаза, как будто эта палка стоит дороже, в общем-то. Ну, давайте Константина Михайловича попросим нагрузить. Ну, смотрите, построю все то же самое. Вот, усилие мощное. То есть, палка действительно прогибает с ростом нагрузки, гасит рывочки. Приятно. То есть, даже теоретически, конечно, это не нужно, этих мах, но такой строй приятный, который, да, может еще и гасить рывки рыбы, можете ставить и тоненькие поводки. То есть, действительно, палка универсальна. И как на карпа, на мощную рыбу, да, также и на плотвичку пойдет. А вот семерочка уже тяжеловата. Это в руках. Вот я беру, да, она тяжеловата, она уже колбасится слегка, мордочка. Да, ну, здесь ничего не попишешь, невозможно же сделать наилегчайшее. То есть, наилегчайшее есть, но они стоят уже не как волжанка шторм, а в 3-4 раза дороже. Ну, соответственно, немножко наклюет носом тоже. Оба. Да, в руках она держится тяжеловато. Тяжеловато, даже тяжело, я бы сказал. Поэтому подойдет, скажем так, либо тот, кто действительно сильный товарищ, либо тот, кто ловит с рогаток. Ну, и либо в крайнем случае крайней необходимости. Ну, давайте нагружаем. Как вы видите, построй они абсолютно идентичны. То есть, рывки рыбы она гасить может. Ну, вот, господа, все-все увидели. Ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, и мы представляем официально продукцию волжанки. Берем непосредственно со склада. У нас большой выбор ассортимента удилищ волжанкой в магазине, но на всякий случай предварительно звоните по наличию. Низкие цены. Программа лояльности действует для каждого покупателя. Наверное, ни у кого такого нет, что мы предлагаем две запчасти в год бесплатно. Кто у нас купил, да, в период действия акции. Такие акции уже прошли, и люди уже десятки получили на Сальма, на Фидер Концепт, на Дайву, на Спиннинги, на многие удилища. Поэтому Black Hole и так далее всех уже не перечислишь. Поэтому подписывайтесь, вы будете иметь возможность гарантированно обеспечения запасными частями. Ну, дай бог, ничего не произойдет. Понятно, что мы не знаем, что будет завтра. Но пока такие акции существуют, они есть и проходят успешно. Люди пишут благодарственные отзывы, за что, в общем-то, и большое им спасибо, и низкий поклон. Поэтому подписывайтесь на канал. Обязательно без подписок на соцсети и на канал вы не сможете получить бесплатно запасные части. В общем, всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok